Бойцы воздушно-десантного подразделения, спецназа Министерства обороны, отрабатывают на практике прыжки уже не первый раз. Но каждое учение для них это что-то новое. Прыжок с парашютом только малая часть боевой подготовки. У личного состава, у которого уже есть опыт, они уже выполняют боевые прыжки. То есть прыжок с оружием, с возможностью стрельбы холостыми патронами как в воздухе, так и на земле. И в дальнейшем после приземления сбор группы и убытие в район сбора для выполнения какой-либо задачи. То ли это захват какого-то объекта, то ли это какая-то засада. От момента посадки в самолет до выполнения задачи должно уйти, ну я думаю, что не более получаса. Укладка парашюта – это очень ответственно. Малейшие погрешности ты рискуешь своей жизнью. Есть усилительная кромка. Главное у него, чтобы он не зашел за резинку. Уйдет за резинку – это будет отказ купола. То бишь это может привести к летальному исходу, если человек не воспользуется запасным парашютом. Чтобы приступить к выполнению боевой задачи, каждый должен сдать зачет и знать теорию наизусть. К этому вопросу подходят очень ответственно, так как нужно не просто преодолеть страх высоты, но и выполнить поставленную боевую задачу и довести каждое движение до автоматизма. Общий вес наряжения около 16 килограмм. Единственная сложность с оружием – это при приземлении. Необходимо его удерживать, чтобы не получить травму лица. А все остальное – это наша боевая задача. Не жалуемся. Ирине может позавидовать даже самый подготовленный боец. Трудно представить, что эта хрупкая женщина настолько целеустремленная и отважная. За ее спиной 387 прыжков. Но даже сейчас она не забыла свой первый раз. Первый – это как ознакомительный, как у всех. Первый прыжок. У меня страха сильно, допустим, не было. У меня желание было больше прыгнуть, чем страха. Самый страшный был второй прыжок, потом третий, четвертый. Оно пошло и уже с опытом на разных парашютных системах. Уже набираешься опыта и уже страха нет. Но хочется выполнить точность приземления, поработать. Раньше мне не приходило в голову прыгать с парашюта. Просто постоянно на медобеспечении наблюдаешь, как ребята смотришь, как раскрываются купола, как они нервничают, все эмоции. Когда ты уже сел в самолет, и вот он поднимается. Мне кажется, у всех одно и то же впечатление. Впечатление, что сердце уходит в пятки, раз, смотришь на всех, все старательно улыбаются, но улыбки такие нервные. Успех выполнения боевой задачи зависит не только от бойцов. Ответственность в этом деле ложится и на пилота. Меняется ветер и довольно-таки часто, поэтому нужно выбирать точку с учетом ветра, с учетом изменения метеорологических особенностей, метеорологической погоды. Бывает облачность закрывает, бывает усиление ветра. Поэтому уже с опытом как-то подходишь к этому, ну, как-то уже чисто интуитивно, наверное. Какой бы высокий уровень подготовки не было у бойца, перед посадкой в самолет инструктор и руководитель прыжков проверяют все снаряжение. Вот перед вами линия стартового осмотра, обозначенная кратными флажками, уже непосредственно перед посадкой в самолет. То есть, грубо говоря, через минуту они уже будут осуществлять посадку. Скажите, а вот вы как инструктор, вы чувствуете какую-то ответ? Обязательно. Это самое высокое, которое есть на свете. Соответственно, за жизнь людей. Их здесь 7 человек. Скажите, сколько вы тренировались, чтобы находиться здесь уже, да, в полной боевой готовности? Сам процесс подготовки к прыжкам? Ну, сам процесс подготовки длился где-то около трех недель. Тренировки с трамплинов, отделение от самолета, стапеля, естественно, укладка купола. Все это каждый день, длительные часы, чтобы все это научиться до автоматизма довести. Да, все понравилось. Ощущения непередаваемые. Сегодня прыгали, не боялись сегодня. Это первый твой прыжок? Да, первый прыжок сегодня. Очень понравилось. Ощущения действительно непередаваемые. Наверное, самое запоминающееся – это было свободное падение. Потому что ты ощущаешь себя как будто в невесомости несколько секунд, потом дергаешь кольцо, и ты понимаешь, что кукол от тобой раскрылся, все хорошо. Только тогда понимаешь, что вообще вокруг происходит. Инструктор покидает самолет последним. Перед ним стоит задача намного сложнее. Управление таким парашютом, как крыло, под силу далеко не всем. Готовимся к приземлению. Группируемся. Ноги вместе. Очередные учения планируют провести в скором времени. Субтитры создавал DimaTorzok